Здравствуйте! В эфире новости Богучанского телевидения в студии Александр Мажеванов. В районном центре произошла автомобильная авария с участием трех автомобилей. Авария случилась на перекрестке двух улиц Ленина и Портовской. Водитель одного из автомобилей остановился на перекрестке, чтобы повернуть, так как для совершения маневра ему нужно было пропустить едущий по встречной полосе автомобиль. Однако сзади двигался еще один автомобиль, водитель которого посчитал, что объехать стоящий джип по встречной полосе можно. Выехав на встречную полосу, он столкнулся со встречным автомобилем, отчего произошел занос и удар пришелся также и в стоящий автомобиль. В результате столкновения один человек получил легкие травмы. Сотрудники ГИБДД предупреждают, что в такую теплую погоду, когда на дороге гололед, надо быть предельно внимательным при совершении различных маневров, а также не нарушать скоростной режим, чтобы не допустить аварийных ситуаций на дороге. Предельно внимательным в период потепления нужно быть не только водителем, но и пешеходом. Гололед сейчас не только на дорогах, но и на тротуарах, поэтому существует риск повышенного травматизма. Собираясь из дома на прогулку, обратите внимание на свою обувь, чтобы подошва была с хорошим протектором, у которого будет хорошее сцепление с дорожным покрытием. Существует еще и одна опасность, которая уже исходит сверху. Резкое потепление привело к подтаиванию снега на крышах, в результате чего с больших зданий и козырьков он может осыпаться прямо на человека. Так как снег становится тяжелым и мокрым, он может нанести существенную травму. Будьте внимательны, смотрите на крыши, и если есть угроза схода снежной лавины, то лучше обойти это место стороной. Лес – особое богатство нашего района, и поэтому органы правопорядка следят за ним особенно тщательно. В ангарском лесничестве произошла незаконная рубка леса на немалую сумму. Предприниматель не ставил известность своих работников, привез их на работу в лесной массив, хотя разрешения на вгруппу леса на данной территории у него не было. Проведя оперативные мероприятия, сотрудники АБ прервали преступную деятельность предпринимателя. Однако он уже успел причинить ущерб на сумму порядка 4 миллионов рублей. В счет погашения ущерба причиненного Гослесфонду у нарушителя закона изъяли имущество. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МДР по Пугучанскому району были проведены оперативно-рестные мероприятия, в ходе которых были зафиксированы факты незаконных рубок на территории ангарского участкового лесничества. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, установлен подозреваемый, в настоящее время арестован, то есть избрана мера пресечения в качестве ареста. Сумма ущерба от незаконных рубок составила около 4 миллионов рублей. Санкция за указанную статью предусматривает штраф в размере до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до 7 лет. С целью возмещения причиненного ущерба Государственному лесному фонду изъята техника у данного предпринимателя на общую сумму около 2 миллионов рублей, наложен арест решением суда лесозаготовительная тракторная техника. В районной администрации прошло еженедельное совещание. Самой главной темой стала река Ангара, а точнее незаконные ледовые переправы через нее. Гидрологическая обстановка на реке становится опасной. Теплая зима, а также работа Богучанской ГЭС привели к тому, что лед на реке перестал набирать достаточную прочность для проезда автомобилей. Хрупкий лед может привести к провалам на реке. Также на самой Ангаре уже промыло лед до поселка Шиверский, и полынья продолжает расти. О том, что через Ангару предупреждено движение по льду, говорилось уже много раз, но сейчас опасность стала как никогда близка. По состоянию на 29 февраля кромка льда на реке Ангара находится на расстоянии 11-13 километров от села Богучаны. Еще на 24 число этот показатель составлял 28 километров. Мы понимаем, что буквально за неделю почти в два раза уменьшился этот показатель. Толщина льда по водопосту Богучана составляет 70 сантиметров. По информации Гидрометаллогической обсерватории Богучаны, в 2015 году была похожая ситуация, только она была характерна для апреля 2015 года, когда также 9 числа наблюдалась кромка льда на расстоянии 11-13 километров, и буквально за ночь появилась полынья в районе поселка Красногорский и поселка Гремучий, большая. В районном Доме культуры прошло совещание по межведомственному взаимодействию Управления культуры и других структур нашего района. Собравшиеся обсудили проблемы взаимодействия. В первую очередь это касается привлечения специалистов для работы в культурных учреждениях района. Чтобы привлечь специалистов, нужно создать условия не только для проживания, но и для эффективной работы. Стоит отметить, что культурные заведения есть в каждом поселке нашего района, но работников домов культуры не хватает. В итоге совещанием главы поселений и руководители клубов разработали стратегию для привлечения профессиональных работников культуры для труда на территориях. Также обсуждался еще ряд вопросов, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий в районе, таких как привлечение большого количества участников и охрана общественного порядка. И это были все новости. Далее смотрите интервью с Юрием Ефимовым, председателем районного совета депутатов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Карнизы для детской сделают комнату ребенка ярче, оригинальные по цвету и оформлению. Здесь вы найдете швейное оборудование и фурнитуру. С нами станет уютнее. Магазин Шторы. Дом Быта. Улица Октябрьская, 122А. Первый этаж. Продается благоустроенная трехкомнатная квартира на втором этаже в многоквартирном доме. Район ДРСУ. Хороший ремонт. Телефон 8 950 427 58 57. Финэксперт 24. Законное решение кредитных проблем. Реальная помощь кредитным должникам. Возврат страховок, оптимизация кредитов, списание долгов. Мы поможем вернуть ваши деньги, скинуть кредитную удавку, начать жизнь с чистого листа. Звоните. 8 950 970 44 79. Мир детства детям ближе. В мире детства цены ниже. Чудесные дни волшебных цен в магазине игрушек «Мир детства». Вас ждут развивающие игры и радиоуправляемые машины, интерактивные игрушки, конструкторы и наборы «Сделай сам». Маленькие модницы найдут у нас настоящую детскую косметику, а ученики подберут для занятий в школе канцелярские товары. Разнообразные сувениры, фоторамки, наборы для творчества и многое другое, что дорого детскому сердцу в магазине «Мир детства». Ежедневно с 10 до 16, кроме воскресенья. Улыбайтесь, папа с мамой, здесь игрушки по карману. Мы дарим радость детям. Юрий Александрович, как раз давай теперь перейдем к самим людям, которые называют себя оппозицией. Вот вы сейчас сказали, зачем, для чего они это делают и пишут. Вот, если тем более, ну, все комиссии подтверждают, что коррупционной составляющей и нет. Везде, везде они очень… Для чего, вот вы сейчас сказали, я не знаю, почему, для чего, давайте порассуждаем на эту тему. Очень грамотно написано всегда, деятельность комиссии продолжается. Она продолжается бесконечно, потому что одно письмо заканчивается, другое начинается, действие следующее. Поэтому, например, следственный комитет нас проверяет уже с 13-го года. 13-й, 14-й, 15-й, 16-й пошел. Соответственно, все время допроверяет, 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 допроверяет. Ну, мы, конечно, уверены в одном, когда-то это закончится проверка, все равно вопрос времени. И люди должны знать. Ну, поверьте, если бы по этим 60-м, наверное, к 70-м приближается количество проверок, были установлены факты нарушения или возможности уголовного преследования, ну, поверьте, мгновенно бы отреагировали правоохранительные органы. Если, как было там указано, украдены десятки или чуть ли не сотни миллионов рублей, то те, кто бы это сделал, уже сидели бы. Люди-опозиционеры, ну, вы знаете, оппозиционеры — это когда другая позиция. А есть вообще вот такой закон, который бы, ну, проверили, ну, это на самом деле же лихорадит и район. На самом деле... Потому что притча воизыцых в нашем районе. На самом деле закона такого нет. Поэтому гражданин Российской Федерации может обращаться, видимо, ну, я так думаю, что... Бесконечное количество раз. И обязаны ему отвечать. Потому что я не могу объяснить другим. Ну, там везде они тоже приводят же, там, 7 лет они там бьют колокола. Но если бы что-то было бы, уже не надо было бить колокола. Мы бы, наверное, уже или сидели, или там, не знаю, были бы... Что-то было бы... Произошло бы. Потому что я так думаю... Может быть, это просто такие люди, которые... Есть такая категория людей, которые говорят, я тебя проверками замучаю. Может быть, из этой серии, нет? Вы знаете, наверное, я думаю, что эти... Их очень мало. Их проблема одна. Как бы они ни шумели, как бы ни пытались привлечь внимание, их очень мало. Подписи везде. Я все время говорю, вот увеличилось количество жалоб Бугучанского района. Я говорю, подождите, количество увеличилось. Вы читаете подписи под этими жалобами? Одни и те же. 5-7 у нас одни и те же люди. У нас это Кулаков, Кадзоев, Новоселов, Малыхина сейчас добавилось. Там все. А, еще сейчас у нас там Ивашенко, Левонтьев, вот они, Ларионов, члены... Ну, члены профракции КПРФ. Вот их вписывают сюда, но хотя люди, я так думаю, подписывают, даже не понимая, что. Не все. И поэтому, понимаете, оппозиция это когда другая оппозиция. Вот я нигде ни разу не слышал другой. Я только вот обвинения слышу, вижу, читаю иногда, жалобы, заявления вижу. А какая оппозиция другая? У оппозиции должна быть другая оппозиция. Другое видение. Вот, например, сейчас другую оппозицию мы посмотрим, как раз то, что я говорил по ЖКХ. Найдут они пути снижения, покажут их реально, снизим, вот она другая оппозиция. Значит, вот нашли, нашли пути для того, чтобы людям стало лучше. Я считаю, что тогда с этой оппозиции грех не согласиться. И это нормально. И мы готовы такую оппозицию, вот такую оппозицию мы приветствуем, и готовы всегда с ней вместе искать пути. И в дальнейшем, и в дальнейшем, и в дальнейшем. Есть оппозиция, а здесь где? Где мы видим позицию? Кроме того, что там кричать, орать, в разных местах, плакатиком махать. Где оппозиция? Позиции я не увидел. Я могу сказать одна. У этих позиций, у большинства этих людей, она связана с личным, могу прямо сказать, корыстным содержанием вопроса. Путь, я всегда называю, путь в оппозиционеры. Что такая за корысть? Служил в милиции, пользовался ведомственным гаражом, ушел с милиции, гараж забыл вернуть. И долгие годы спокойненько им пользовался, пока в одно прекрасное время, когда мы пришли, задали вопрос, ты его либо купи, либо в аренду, либо верни. Государевое имущество. И теперь у нас он ярый антикоррупционер. Путь простой. Лишили. Маленькие, но кормушечки. Поэтому возьмем у нас борца, у нас коммунист, пламенное сердце, господин Новоселов. Господин Новоселов у нас, ратует у нас всегда за народ, ратует за то, чтобы даешь все народное народу, как та, где там и прохидеи, где не там, где чего, как, он пламенный у нас выступает. Но только господин Новоселов. Каким образом? Всего лишь, если мы помним с вами, лет 5-7 назад, его не слышно было, таким он не был, да? Но ситуация простая. Очень простая ситуация. Вступившая в суд решение арбитражного суда Красноярского края о взыскании задолженности за земельные участки. Фирма Алькор. Задолженность составляет 129 494 рубля. На сегодняшний идет производство, не погашено. И вопрос, кому принадлежит фирма Алькор? Новоселова. Новоселову, фамилии Новоселов Валерий Семенович, Новоселова Татьяна Григорьевна. То есть у каждого из нас есть свой собственный скелет в шкафу. Господин Кадзоев, который пришел на встречу с главой района, заряженным, там сказать, с пистолетом-взглушителем и был арестован сотрудником ФСБ, получил срок условный только за заношение пистолета. За пистолет он еще и вымогал деньги. И получил это денежные средства, помеченные сотрудниками ФСБ. Вопрос в другом, что какая дана оценка, так как он арестован, был дорогоработником ФСБ, но потом передан МВД. И затем благополучно это дело, переквалифицировали за незаконное только хранение. Вопрос с мошенничеством, с денежными средствами ушел в сторону и потерялся. И вышел он с условным сроком. Я не понимаю, почему, так сказать, ушел ему вопрос в денежные средства, квалификация отодвинулась и осталось у него только незаконное хранение оружия. Вопрос большой. Где сообщники, которые якобы пытались осуществить покушение на Бахтина и его семью? Это все осталось за рамками следствия. У нас еще один деятель оппозиции. Господин Ивашенко, руководитель ПМК Гремучинского. Благополучно оно рухнуло, ушло в никуда, но при этом выплыл с паромом, с личным уже. Личный паром каким-то образом остался у него, не у тех сотрудников ПМК, работников ПМК, которые остались ни с чем, без зарплаты, без ничего, и у которых ничего не досталось при банководстве. Господин Ивашенко каким-то образом сохранил. И тут же, тоже он обиженный. Понимаете? И вот эта вот такая дорога, она у нас... Я не могу представить, что это оппозиция. Я опять говорю, это кучка людей у нас каким-то образом. Господин Гаврилов. Опять мы говорим, господин Гаврилов. У нас патриот, мгновенно образовавшийся. Да, у нас патриот, казачий атаман. Уголовная статья, привлечен к уголовной статье по статье 260. Следующее. Привлечен опять 175. Приобретение сбыт имущества, заветованного добытого, преступным путем. В 2011-м, наконец, осужден. Опять же, по 260 о незаконной рубке. Доигрался. В 2012-м осужден Богучанским районным судом. Вынес на обвинительный приговор суда. И сегодня этот человек кричит о патриотизме. Дайте ему немедленно воспитывать детей в духе патриотизма. В каком духе-то? Я ему задаю простые вопросы. Вот этой шашкой махать. Если ты дома ребенка обучаешь, машешь, он там себя задел шашкой. Кто виноват? Ты. Правильно? Правильно. Теперь в школе это произошло. Кто виноват? Директор. У нас с ним не может быть понимания по одной. Данных людей, по данным привлекавшихся, осужденных за хищение леса. Вот так называемый яркий черный лесоруб. Их необходимо, у него мнение очень такое понятное и ясное. Их надо срочно поставить на охрану леса. Нормально? Почему на охрану? Козла в огород. Почему на охрану? Ну потому что, видимо, мысль простая. Что охраняем, то и имеем. Видимо, такая ситуация. Я не знаю, за него не могу говорить, но напрашивается вывод такой. То есть были какие-то опрошения, что он писал, что его... Он везде, он у нас и Панчук, как раз руководитель лесной, он говорит, как раз лесничество врусит, они там охранять срочно им надо леса. То есть в крае были прошения такие? Ну, на всяком случае, Панчук мне об этом говорил, руководитель лесного отрасли, лесного агентства. Поэтому не можем мы с этим согласиться. Понятно. Юрий Александрович, ну и давайте разберемся. Вот сейчас и в социальных сетях очень много негатива, и на каналах. Ну, честно сказать, за район обидно. Вот давайте разберемся, настолько ли у нас в районе все плохо. Вы знаете, я вырос здесь. Спасибо Данилу Марковичу Андону, я занимался в его кружке, при музее. Я знаю судьбу района, я лично знаком с многими главами, секретарями райкома партии, кто возглавлял наш район. Я готов поспорить. Пусть мне покажут десятилетия за последние лет сорок, пятьдесят, может быть. Ну, сорок точно, потому что я не буду говорить за пятьдесят, мне всего пятьдесят, я не могу говорить о том, что когда я бы уходил в Ясли, там нет. Наверное, за последние лет сорок. При каком секретаре райкома партии, при какой главе района произошли столь разительные изменения в районе? Кто, при ком из них были построены школы, музей? При нас построен мост. При нас сюда зашла программа развития Нижнего Приангария. Я хочу сказать одно. Некоторые оппоненты нам говорят, а почему здесь вы? Я вам скажу, при том. Стоило достаточно больших усилий приведение аргументов, сбора материалов, доказательств, чтобы доказать, чтобы центр Нижнего Приангария был именно в Бугучанах. А не в Кодинске или в Мотыгино. Ведь наши соседи тоже богаты. Мотыгино, посмотрите, одно из богатейших месторождений золота там. Горевский ГОК там. Цветные металлы. Мог быть там центр? Или возьмем Кижмарей. Лесоперерабатывающий алюминиевый завод первоначально планируется рядом с ГЭС. Расстояние же вот оно. Но мы при этом понимали. Бугучанский район тогда потеряется. И так и останется сырьевым придатком лесосибыдка. И все. Поэтому очень много было сделано, проделана работа, чтобы доказать, что центр развития должен быть в Бугучанах. И мост у нас, и алюминиевый завод у нас, и Краснодарский инвест у нас, и нефтепровод должен у нас быть. Потому что вот сейчас, на сегодняшний день, это уже тысячи рабочих мест. Тысячи рабочих мест. И я вам скажу, за 10 лет в Бугучанах такой проблемы, как безработица, в любом процентном соотношении, 5, 10, 20, 30 процентов. И те же, был ПК, например, сегодня, когда у них расселяем Сталина в Несиск, это опять очередной шаг. Здесь не вот эти маленькие кусочки, где они там делали, да, и когда-то покупали с мохоза. Сегодня здесь серьезное производство, которое они будут обязаны, я думаю, модернизировать. И здесь уже все равно развитие. Развитие лесопиления, а не просто заготовка, плод и лесосибирск. Здесь уже здесь, они закрепились и вложились, и дальше будут. И теперь они будут смотреть ситуации, вынуждены будут, переработка отходов. Это следующее рабочее место. Когда там пытается кто-то сказать, вот там стало у нас, как некоторые тут говорят, невыносимо жить, наверное, вот бездельниками невыносимо. Я не знаю, могли бы там троем создать какое-то ООО, рабочими, хоть 10 человек трудоустроить, я не знаю, заняться чем-то полезным, тогда, может быть, просветление бы пришло. Я говорю, ты организуй своих, и хоть раз, вот ты там за зеленую, помню, как ты кричал против «Краслесинвеста» на общественной слушании, почистите, пожалуйста, лес. Вот выпивающих и закусывающих я вас там видел, не раз. А вот чистящих лес ни разу не видел. Возьмите простое шерство над этим куском леса, почистите его. Оставьте хотя бы просто себя чуть-чуть доброго. Не, ну это же надо что-то делать. Зачем мы вот этим заняты? Мы заняты бесконечной писаниной. Понятно, что это только руки. Это только люди, марионетки, которых использует кто-то, скажем так, более гораздо мощный, тот, кто способен оплатить все эти перелеты, переезды и тому подобное. У нас они, у нас в Москву летают, там, вручают жалобы, там, в Совете Федерации. Ну, видимо, есть кто за это платит. Может быть, просто экономят пенсию? И некоторые, так сказать, впрямую говорят, ну, что теперь у них гораздо больше интереса. Раньше они это делали на общественных, так сказать, интересах, теперь за деньги. Юрий Александрович, ну вот вы сейчас сказали неплохие слова. Работать надо. Работать надо всем. В том числе и оппозиции, и простым людям, и власти. Вот давайте на этой позитивной ноте мы, наверное, и закончим сегодняшнее интервью. Я все время пытаюсь объяснить, что у нас даже в Бугучанах-то, вот были мы в Хребтовом, а там вот это напряжение социального никто и не ощущал. Никто об этом и не знает. И это в Ангарском, в Тере, в Хае. То есть это происходит? Это происходит в узком круге лиц и в коридорах краевой власти, куда эти узкие круги лиц смог добраться. И вот это вот напряжение вот только здесь и возникает. Потому что в другом его никто не чувствует, никто не ощущает. Мы всегда говорим, приедите к нам в Бугучаны. Ну вот, Семенов приехал, посмотрел, и так я и не понял. Напряжение в чем? Я говорю, ну вы же встретились вот с казаками, с тем, с тем. Вот у них там напряжение. Они пытаются это раздуть. Но люди-то видят. Люди понимают. И вовлеченными не хотят быть. Ведь даже к Пономаренко созвали обманом опять. К Пономаренко на встречу созвали с чем? Разместив пост, который говорит, кто за снижение ЖКХ? Все к Пономаренко. Мы же понимаем. Я скажу, да кто и я тоже за снижение ЖКХ? Я не хочу 5000 платить. Я хочу 3000, а лучше 1000. А еще бы лучше 500 рублей. Я тоже хочу снижение. И за киловатт я не хочу 2 рубля. Я хочу 50 копеек. Я за. Кто против? Против таких нет. Только это и есть манипуляция общественным сознанием. Это ведение людей в заблуждении. А вот за это уже надо бы и отвечать. Но отвечать-то мы не хочем. Поэтому, ну, а придется. И господин Новоселов у нас будет. Где эти пути? Насколько он снизил? Потом как раз. Вот они кричат за электроэнергию. Хорошо. Пожалуйста. Езжайте в край. Езжайте в край. Добивайтесь. Мы только поддержим. Добивайтесь снижения тарифа на электричество. Не вопрос. Обратитесь как раз. У них там очень много заинтересантов у нас. Русала. А Русала у нас владелец. Как раз совладелец нашей ГЭС. Пожалуйста. Встречайтесь. Объясняйте. И получите результат. Снижение для Богучанского района. И тогда вам все будут благодарны. Тогда вот я и хочу сказать призвать. Хорошее сделайте. Добейтесь. Добейтесь снижения. Энергию-то в доброе русло направьте. И попробуйте для людей что-либо сделать. Это будет здорово. Поэтому я хочу сказать одно. Нам нужно все вместе в это тяжелое время приложить максимум усилий. Максимум усилий для чего? Чтобы все равно мы не могли сказать о том, что вчерашний день лучше сегодняшнего. Нам нужно сделать так, чтобы завтрашний день был лучше сегодняшнего. Вот для этого и нужно постараться. Чтобы чуть-чуть завтра, но лучше. Не хуже, чем сегодня. Это точно. Поэтому я и хочу сказать всем Богучанцам. И заверить их, что мы будем над этим работать. И хочу сказать в конце, наверное, сказать, что доброе все равно оно потихоньку идет. Мы добились начала строительства, все, возобновления строительства Богучанской больницы. Первые 100 строителей уже работают. Я встречался с главой строительной компании. Он мне пообещал, к маю будет 350 строителей. 350 строителей в две смены. У нас наконец-то заходит компания, заканчиваются все подписания договоров. Вот-вот-вот-вот. На строительстве детского сада в Ангарском. И мы думаем, что мы его очень быстро в этом году уже запустим. Вот на этой доброй ноте я бы хотел сказать одно. И показать о том, и сказать о том, что это реальные результаты нашего повседневной работы. Спасибо, Юрий Александрович, что пришли к нам в студию. Вы сказали свое мнение и свою позицию по всем тем вопросам, которые, в общем-то, волнуют всех жителей района. Я надеюсь, что я откровенно, прямо, не скрывая, рассказал все, что, наверное, интересует Богучанцам. Если после нашей передачи кто-то хочет задать какие-либо вопросы, я прошу их адресовать в телекомпанию. И по истечении времени, если наберется их достаточное количество, вопросов, связанных с моим личным, опять же, там, не знаю, имуществом, доходом, расходом, личной жизнью, я готов прямо, откровенно говорить. Если я чего-то, кто-то считает, недосказал, недорассказал, задайте вопросы, и, соответственно, я вновь приду к вам и доотвечу на все, что интересует наших адресельчан. Не хочу, чтобы они пользовались ни слухами, ни домыслами, лжой, клеветой, ложью, я не хочу, чтобы они пользовались какими-то странными источниками. Задайте в прямую вопрос мне, и я прямо, откровенно, смотря в глаза, отвечу на все. Мне скрывать таить нечего. Ну и на сегодня это все, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. До свидания, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин